Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Ирина Врилева. И сегодня буду показывать вам очередное покрытие дип-пудрой. Вот так вот относились ногти черные и серебристые. Эту работу вы можете увидеть ранее на моем канале. Ссылочка вверху экрана, кому интересно. Как видите, квадратная форма относилась нормально. На указательном пальчике немножечко был скол. Девушка его запилила и немножко скруглила. А на правой руке серебристая пудра относилась отлично. Прошлый маникюр мы делали 3 недели назад. Для такого количества времени все относилось идеально, я считаю. Напомню, что у этой девушки аллергия на лампу или на гель-лак. Точно она не знает, но при покрытии гель-лаком всегда у нее возникала аллергическая реакция. Опухали пальцы, чесались и потом возникал анихолизис. В данной же ситуации мы покрываем пудрой уже больше полугода. Носится все отлично, никакой аллергической реакции не возникает. Так что для аллергиков это просто супер выход. Керамической фрезой с зеленой насечкой спиливаю часть покрытия. Спиливается эта пудра как пластмасса. Отлетают жесткие частички. Обязательно при снятии материала я надеваю очки, чтобы не попала стружка в глаз. Спилила покрытие с одной руки и далее размачиваю материал специальной жидкостью. Ремовер для дип-системы. В прошлый раз я использовала прозрачную пудру из новой партии. Видимо в составе что-то поменялось, потому что остатки пудры стали размачиваться легче. Просто убираю фольгу и спонжем с ремовером вытираю ноготь. Отлично все снимается. Сегодня клиентка пожелала изменить форму, сделать острый миндаль. Длину оставляем. Пилочкой на 180 грит меняю форму. Поочередно пилю то левую, то правую сторону. При этом переворачиваю иногда ручку клиентки и смотрю, чтобы правая и левая стороны были опилены симметрично. Теперь нужно сделать маникюр. Пушером отодвигаю кутикулу и пламенем с красной насечкой 0,21 диаметра вычищаю птеригий. Делаю это как обычно. Сейчас еще больше расширилась палитра дип-пудр. Я смотрю, что и другие фирмы стали выпускать эту дип-систему. То есть она набирает популярности. А все почему? Потому что все больше людей сталкиваются с такой проблемой, как аллергия на гель-лак, аллергия на лампу, скручивание ногтей под материалом. Все потому, что базы для гель-лака очень сильно высушивают ногтевую пластину. И поэтому она начинает скручиваться. Здесь же в ситуации с дип-системой такого я не наблюдаю. Ногти не скручиваются и не истончаются. Срезаю кутикулу ножницами. Дорабатываю, если нужно, накожницами. Стараюсь сделать маникюр максимально по-сухому. Вы, конечно, кто уже давно меня смотрит, наверное, знаете, что я люблю маникюр с водой больше. Поэтому очень сложно перестраиваюсь на сухие какие-то маникюры. Также я люблю делать аппаратный маникюр по-сухому, но в данной ситуации девушке нравится комбинированный. Поэтому слегка смачиваю спонж водой, протираю, срезаю кутикулу и идем дальше. Следующим этапом шлифую ногтевую пластину и протираю дип-клинером специальным. Обезжириваю, так сказать, ногтевую пластину. Добавляю, так сказать, ногтевую пластину. Далее, следующий этап, использую праймер. Все вспомогательные жидкости идут специальные для дип-системы. Ничего не нужно комбинировать. Кто-то спрашивает, можно ли взять праймер с обычной системы. Я пока что не советую этого делать, не советую экспериментировать. Есть система, есть техника выполнения и, пожалуйста, нужно придерживаться этой техники. Следующим этапом наношу базу тонким слоем на половину ногти. Сразу же прокрашиваю торцы. Покрываю по два ногти и опускаю в прозрачную пудру. Легкими движениями, желательно мягкой щеточкой, убираю остатки пудры и покрываю еще раз базой, но уже выше к кутикуле. В последнее время я выработала тактику покрытия сначала полностью одной руки, а потом пока покрываю вторую руку, первая хорошо просыхает и сразу же приступаю к опилу. Поэтому показываю вам сразу все на одной руке. Теперь переходим к цветной пудре. Выбрали сегодня вот такой вот красивый цвет темного винограда номер 57. Покрываю базой, не доходя к кутикуле, 4-5 миллиметров. Боковые стороны прокрашиваю сразу и сразу же прокрашиваю торец. База должна быть прокрашена тонким слоем. Здесь нужно вот придавливать прям вот такими вот придавливающими движениями, не так, как мы привыкли в гель-лаке, легкими невесомыми движениями. А здесь вот наоборот нужно хорошенечко прокрасить и втереть, так сказать, даже базу. Два ногтя украсим глиттерной пудрой номер 31. Она ложится немножко неравномерно из-за крупных частиц, но на втором слое все выровняем. Убираю излишки пудры. Прохожусь возле кутикулы праймером. И теперь перекрываю базой поближе к кутикуле. Здесь уже работаю по одному пальчику, чтобы база у меня не растекалась, не затекала возле кутикулы, на кожу. Лучше проработать каждый пальчик отдельно. Убираю остатки пудры. Больше перекрывать цветной пудрой не буду, меня все устраивает. Возле кутикулы все ровно, нигде ничего не затекало, а это самое главное. Теперь перекрываю опять-таки по два ногтя и опускаю пальцы в прозрачную пудру. Это у нас такой укрепляющий слой, и он нужен еще для того, чтобы при опиле не спилился цвет. Следующим этапом обильно прохожусь активатором. Именно эта жидкость запускает сушку материала. Прохожусь обильно по всем ногтям и приступаю к покрытию левой руки. Перекрыла левую ручку. Дип-система на правой руке хорошо просохла, и можно приступать к опилу. Опиливаю этой же пилочкой на 180 грит. Ровняю все бугорочки, если они есть. Прохожусь в зоне кутикулы и боковых валиков. Дорабатываю форму, потому что пудра могла где-то немножечко исказить наш узкий миндаль, который так хотела клиентка. Ногти получились хорошей архитектуры и нужной нам толщины. Не толстые и не тонкие. На боках нет никаких плюшек. В общем, в принципе, меня это все устраивает. А клиентку мою вообще так тем более. Человек, который 3 года проходил вообще без никакого покрытия и только мог позволить себе обычный лак на 2 дня максимум, который нужно постоянно перекрашивать. Просто безумно счастлив от этой дип-системы. На опил у меня ушло минут 5-7. Далее я убираю всю пыль, прохожусь еще раз активатором и перекрываю топом в два слоя. Первый слой как будто бы впитывается в пудру и на нем видны царапины. А вот со вторым слоем уже появляется красивый глянец, который будет служить моей клиентке до конца носки этого покрытия. Вот такая вот у нас получилась сегодня история. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем здоровья, пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok